В Череповце работы по капитальным ремонтам домов не начались. Причина – жильцы слишком долго принимали решение. Трех месяцев, отведенных на эту процедуру, собственникам жилья не хватило. У нас в феврале были направлены предложения собственникам о проведении капитального ремонта. К сожалению, город Череповец практически, наверное, дольше всех принимали решение. Из 35 домов, которые запланированы на этот год, только 10 многоквартирных домов приняли решение самостоятельно. Остальные 25 были приняты на основании постановления муниципалитета. Поэтому только сейчас одному дому на проспекте Победы найден подрядчик. С ним сейчас заключают договор. По остальным зданиям идет рассмотрение заявок. Тем временем в области капитальный ремонт уже завершен в 28 домах. При том, что за капремонты вологжане платят неохотно. Средняя собираемость взноса по области – 76%. По Череповцу – 73%. И специалисты говорят, что есть над чем работать. Взысканием долгов уже занялись. Отправлено более тысячи уведомлений. И если жилец не реагирует, то документы отправляются в суд. На сегодняшний момент 450 подано. Уже 140 вступило в силу. Дополнительно помимо взноса за капитальный ремонт, за сам долг, который образовался, взыскивается. И те затраты, которые несутся фондом и судебными приставами. И все-таки есть те, кому на ремонт собственного дома скидываться не нужно. Так планируется освободить от уплаты взносов за капремонт одиноких пенсионеров без наследников. Инициатива уже близка к принятию. 29 июня в жилищном кодексе появились изменения. Жителям новостроек не понадобится платить за ремонт 3 года или 5 лет. Определить срок должно правительство региона. Узнать, платить или не платить, можно по телефону горячей линии фонда. Телефоны, которые установлены на сайтах, до звониться невозможно. Постоянно заняты и не отвечают. По словам сотрудников фонда, сегодня телефон горячей линии многоканальный и принимает по 100-150 звонков в день. Здесь понимать, что выслушать всех желающих не получается. Но пока увеличить штат консультантов не позволяет бюджет. Однако в следующем году проблему обещают решить. Альтернативы две. Или увеличение количества сотрудников, или воспользоваться услугами колл-центра, по аналогии с другими регионами. В фонде говорят, что если не удалось дозвониться, то можно написать письмо на электронную почту фонда. На все вопросы вам обязательно ответят. Александр Шагичев, Егор Плюснин, Новости.